Венгерский гуляш Младшая группа воспитанников Центра детского творчества на очередном занятии приготовила гуляш по-венгерски с клетками. Сразу скажу, получилось у них это отменно. Для приготовления гуляша вам потребуется по 300 граммов мякоти говядины, лука, моркови, перца болгарского, помидоров, 1 столовая ложка томатной пасты, 30 граммов зелени петрушки или кинзы, 1,5 литра бульона или воды, лавровый лист, соль, перец красный и черный, куркума, паприка по вкусу. Для приготовления клеток вам понадобится 1 яйцо, 50 миллилитров молока, зубчик чеснока, 1 чайная ложка мелко нарубленной зелени петрушки или кинзы, соль, перец черный и красный, паприка, куркума по вкусу и 120-150 граммов муки. Мякоть говядины, лук, морковь, перец болгарский, помидоры нарезаем кубиками. Чеснок и зелень мелко рубим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мясо обжариваем в раскаленном масле и тушим в выделившемся мясном соке или с добавлением небольшого количества воды до размягчения. Когда жидкость в емкости с мясом начнет выкипать, добавляем соль и перец. Овощи можно поочередно добавлять к говядине, а можно пассеровать отдельно. Вот так. В сковороде до золотистого цвета пассеруем лук, к нему добавляем морковь, затем перец и пассеруем до приобретения аромата и вкуса овощей. В емкость с мясом вводим одну столовую ложку томатной пасты, недолго обжариваем, сюда же отправляем подготовленные помидоры и пассеруем еще несколько минут. Затем добавляем подготовленные овощи, доливаем 1-1,5 литра воды или бульона, доводим до кипения и продолжаем тушить при среднем нагреве без бурного кипения. Пока мясо с овощами тушится, приготовим тесто для клетцек. В миску добавляем яйцо, добавляем молоко, мелкорубленный чеснок, соль, перец, паприку и куркуму. Тщательно перемешиваем, вводим муку и замешиваем тесто консистенцией густой сметаны. В кипящий гуляш с помощью чайной ложки отсаживаем клетки. Кладем лавровый лист, чеснок, красный и черный перец, куркуму, кориандр по вкусу. Тушим еще 5-7 минут до готовности. В завершении кладем зелень. Венгерский гуляш подают как основное блюдо, так и с гарниром. Кто-то любит есть его с отварным картофелем, кто-то с картофельным пюре, а кто-то с пастой. Гуляш по-венгерски в своем составе имеет много разных специй и приправ. Вы можете разнообразить его на свой вкус. А наш вариант пришелся по вкусу всем ребятам. Заинтересовались? Попробуйте приготовить сами. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова